Добрый день, с вами торговый дом Дендра и арбалет Турбо С1 от компании Тэнпоинт. Мы с вами находимся на территории спортинг-клуба Москва. Компания Тэнпоинт это мировой лидер по производству арбалета. Она хорошо известна нашим российским стрелкам из арбалета. Упаковка арбалета выполнена из специального формованного пластика. Она абсолютно не весит, но обеспечивает сохранность арбалета. Предусмотрены специальные полости, в которых располагаются аксессуары. Комплектация арбалета демократична. Сюда входят самые необходимые аксессуары. Непосредственно сам арбалет, система Акуслайт, прицел Рейндж Мастер ПРО, кивер на три стрелы, быстросъемное крепление для кивера, рукоятка для введения арбалета, упор и три стрелы весом 400 грамм. Начальная скорость арбалета 390 футов в секунду. Это 119 метров в секунду. Длина арбалета 79 сантиметров. Расстояние между осями 29 сантиметров. Расстояние по крайне выступающим точкам 37 сантиметров. Рабочий ход тетивы 29 сантиметров. Для замера арбалета во взведенном состоянии воспользуется система Акуслайт. Для этого нам необходимо снять с предохранителя, переместить взводное устройство и защелкнуть его на тетиве. С помощью рукоятки мы плавно взводим арбалет. Щелчок означает то, что пусковой механизм зафиксирован в исходном положении. После этого мы делаем три оборота в обратную сторону для того, чтобы снять напряжение троса. Расстояние между осями во возведенном состоянии 19 с половиной сантиметров и по выступающим точкам 28 сантиметров. Довольно таки легко и просто можно разрядить арбалет. Необходимо зафиксировать рукоятку, выбрать свободный ход тетивы, снять с фиксатора и спокойно разрядить арбалет. Для того, чтобы отсоединить спусковой механизм от тетивы, снять с предохранителя, перевернуть арбалет. И здесь есть такое отверстие, через которое необходимо надавить и разрядить спусковой механизм. После этого отсоединяем устройство защиты от холостого выстрела и перемещаем наш спусковой механизм в горизонтальном положении. Арбалет разряжен. Прицел Rangemaster Pro. Прицел с переменной скоростью. С помощью колеса вы выставляете начальную скорость арбалета и дальше у вас прицельная сетка совпадает. Настройки в вертикальном и горизонтальном положении. И Reostar. Он увеличивает или уменьшает подсветку светящихся точек. В арбалете Turbo S1 приняла система с четырьмя тросами. С помощью верхних двух тросов мы выставляем синхронизацию. Метки, нанесенные на блоках, позволяют нам синхронизировать блоки относительно друг друга. С помощью нижних тросов мы добиваемся горизонтального положения блока. Направляющая на арбалете выполнена в виде рельсов. Тетива касается только в двух крайних точках. Это уменьшает трение и увеличивает срок службы тетивы. Проверим, насколько точен наш арбалет на дистанции в 60 метров. Мы планируем провести практическую стрельбу с крытой вышки. Приблизительно, как это все будет на реальной охоте. Какой интересный звук. Дистанция 60 метров. Стрельба с рук. Ну, естественно, упор, но это с рук. Это не сошки, это не станок. Это не тогда, когда просто одно нажатие, и мы показываем точность арбалета. В данной ситуации это практически выстрел стрелка. Как он сможет в той или иной ситуации поразить свою цель. Мы сегодня используем новую такую мишень для высокоскоростных луков и арбалетов. Посмотрим, как извлекаются стрелы. Ну, знаете, даже не пришлось воспользоваться пулером. Кучность мы сможем зафиксировать по вот этим отверстиям. Сейчас возьмем левилочку и померим. Ну, у нас получился треугольник. Длинная сторона этого треугольника 9 сантиметров. Здесь у нас 4 сантиметра. И здесь 6 сантиметров. Итого получается 9, 6, 4 сантиметра. Мы находимся с вами на территории 3D-парка. Это замечательное место для того, чтобы потренироваться в практической стрельбе с вышки. Итак, переходим к практической стрельбе. Вкрытая охотничья вышка. Конечно, вышка просторная. Но попрактиковаться лишний раз полезно. Это больше тренировочная стрельба. Потому что кабан неживой. Он стационарный. Мы просто пытаемся понять, что такое охота с вышки с арбалетом. Воспользуемся прекрасной системой Acus Light. Оценим все ее достоинства. У нас вышка просторная. Но если будет более стесненные условия, все равно система позволит арбалет взвести. Смотрите. 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 Спусковой механизм S1. Это новая система, которая применяется на арбалетах Tempoint. Система с нулевым проскальзыванием. Можно много говорить о всяких проскальзывах, о прочих всяких достоинствах, о подшипниках. Но в реальность, в практической стрельбе, я ощутил ее достоинства. То есть плавный ход, потом упор, и ты понимаешь, что сейчас произойдет выстрел. Так. Что у нас здесь получилось? Группа на практической стрельбе оказалась даже лучше, чем на мишени. Это первые два выстрела. Расстояние между точками попадания порядка трех сантиметров. Третий выстрел, ну, немного оторвался. Ну, в пределах 5-6 сантиметров. Я думаю, что, несмотря на даже вот этот уникальный спуск S1 с этим нулевым проскальзыванием, я, наверное, все равно подвернул арбалет. Но результат налицо. За кабаном мы навряд ли бегали долго по лесу. На этом все. С вами был торговый дом Дендра и наши американские друзья Арбалет Tempoint и мишень для высокоскоростных луков и арбалетов в Маккензи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok